Поехали! Витаемо! Сегодня гаражный натюрморт в гостях у автомобильного клуба Харьков. Скажите, будь ласка, в сравнении с радянскими часами и в сравнении с нашим часом, потрапить молодой человеке насколько тяжело для автомобильного спорта? Как это было тогда, как это сейчас? Я в спорте 16 лет, 16 лет я пришел на ряду пионеров. У нас 1 сентября было 198 человек, которые пришли в мотоциклитный кружок. Мне было 15 лет. И 1 мая у нас осталось 2 человека, которые вынесли все это. И я остался один еще, Хлопинск, который потом стал мастером спорта по мотокроссу. Потом 17 лет у меня уже был картинг, 18 лет была формула. Ну, то есть это было достаточно тяжело и достаточно долго, но этот процесс шел. Сейчас же, в общем-то, все изменилось. Ну, я бы сказал бы, в более тяжелую сторону у нас нет не дворца пионеров, у нас нет ДСАП, у нас нет тех государственных организаций, которые готовы были тратить деньги на воспитание молодого поколения и военно-технических, как говорилось, видов спорта. А если человек немного старше, чем 20 лет, как ему потратить до спорта, до автомобильного спорта? Где ему было бы принимать участие, в каких соревнованиях? Ну, кстати, вот мы все-таки занимаемся, стараемся заниматься любительскими соревнованиями, даже, сказал бы, не любительскими, а соревнованиями на серийных автомобилях. Мы устраиваем слаломы, устраиваем ралли, вот у нас из Автокуба устраивают различные автомобильные соревнования. Вот, по моему мнению, сначала человек, наверное, должен поучаствовать в каких-либо автомобильных соревнованиях, чтобы определить, его ли это, потому что это большой труд, с большим количеством вложения денег, времени, сил, здоровья, в конце концов. То есть, наверное, надо все-таки определиться, его ли это тут. Я бы советовал принять участие на своем автомобиле в любых соревнованиях, если ты уже заболел, то уже продолжать двигаться по вот этому пути. Или, если вы уже твердо решили, то, в принципе, сейчас сесть на спортивную машину, есть вопрос только один, средства для ее приобретения и обслуживания. Других вопросов практически, наверное, нет. Ну, и действительно, есть еще вопросы лицензии и мастерства, но тут мы дремся, в общем-то, обучить и помочь, в любом случае, как помогали и ребятам, и Чернявскому, и Водорезу. Ну, и если к нам кто-то обратиться, то поможем, безусловно, в спорте в любом. В кольце, в ралли, в кроссе, но мы везде были чемпионами. В гордый год, как в конце концов, у нас есть школа М-спорт, которая выдаёт спортивные сертификаты и учит именно спортивным правилам поведения езды. Если человек уже принял такое решение даже сегодняшним днём, то я его могу рекомендовать к Николаю Чумуху направить и его обучать любому, в общем-то, виду из автоспорта. И потом будет вопрос лишь о том, на какой технике он поедет. Это уже тогда вопрос, к сожалению, личный его вопрос, личная его проблема, финансовые возможности для построения автомобиля. Его или спонсора, ну, в общем-то, его. Ну, его, в любом случае, партнером, спонсором ищет человек сам. Скажите, вот, если кто-то сейчас поделился нашу программу, и в него появилось желание принимать участь в перегонах, где он может увидеть информацию, когда проводятся перегоны, какие перегоны проводятся? Ну, на сайте автомобильного клуба «Харьков» там информация, в основном, либо на сайте «ФАУ». Там спортивные, там именно боевые. А любительские, ну, для менее подготовленных, я не могу даже называть любительские, для людей, которые серийные автомобили, либо начинающие, ну, в основном, вот автомобильные клубы там, «Союз Автоклубов», там практически вся есть информация, даже если другие клубы организовывают мероприятия, на сайте «Союз Автоклубов» информация в любом случае будет. А ну, по «Харькову» практически основную массу мероприятий, ну, так уж сложилось, возглавляет, либо проводит, либо помогает «Союз Автоклубов». То есть, для спортсменов это «ФАУ» або «Харда Мотоспорта», а для меньше подготовленных фаховцов в автоспорте, это «Союз Автоклубов»? Ну, я пригласил с тобой обращаться лично ко мне, будем еще воспитывать чемпионам, так что никому, ничего не отказывали, отказывать не будем. Пожалуйста, до Нелевского 10, я здесь каждый день, пусть звонят, пусть приходят, и любую информацию, любую помощь мы готовы оказать всегда. Сейчас «Харда» – это команда «Харда Мотоспорта», это «Ралли», и это «Дрэк Рейсинг», в которую наша машина уже едет первая, и, в общем-то, и кольцевые гонки в прошлых годах, и горные гонки, и «Гросс», «Харда» – все поддерживало. Скажите, а кто еще, кроме «Харда», поддерживал автоспорт? Борис Яхальчфильман. «Харда Мотоспорт» – это знаменитая команда, которая была чемпионом Украины, которой выступал Николай Чмих, младший, трижды становясь чемпионом Украины, и «Матиль Друзба», который каждый год поддерживает «Ралли Друзба», нельзя их тоже не назвать. Поэтому в «Харке» достаточно людей, которые нам помогают. Чи достатня вот та допомога, которую они показывают вам? «Харда Мотоспорт», я считаю, что это полностью удовлетворенная команда. В общем-то, нам не отказывают ни в чем в технике и в обеспечении соревнований. Ну, может быть, мы не можем ездить еще на машинах первого уровня. Ну, может, это будет в будущем. Но пока у нас не хватает средств для проведения соревнований на серийных автомобилях. То есть любительских. Любительских, да. Нам не отказывают все те, кто я перечислил. И взлетающим врагом выделяли свою площадку в «Сан-Сити». Да, не «Матиль Друзба», но все равно, в общем-то, вот этих средств сейчас стали, и соревнования вместе с их ростом, они, в общем-то, и дорожают. То есть сейчас в уровне того же «Ралли Друзба» уже, ну, был организован не хуже, скажем, этап «Купка Украины» по «Ралли». Вот, и поэтому затраты, они возрастают, и на сегодняшний день, в общем, не могу сказать, что мы вот размещаем все от меценавства. Пока нам нужны средства на проведение таких соревнований. Скажи, будь ласка, вот, якщо кто-то бажает еще принимать участь у поддержки автомобильного спорта, до кого и куди ему звертаться? Либо к Алексею Николаевичу, либо найти союз автоклубов, можно и конкретно там меня найти. Все равно это проводится совместное мероприятие, вот такие более знаковые. В любом случае, обратиться, сказать «хочу помочь», и человек не просто поможет, незаметно там как-то, о том, что человек помог, об этом, в общем, страна узнает своих героев, скажем прямо. Мы, не стесняясь, всегда говорим, называем тех, кто нам помогают, нас поддерживают. И вот, как Алексей Николаевич сказал, уровень растет. Если бы у нас была возможность чуть больше финансовая, ну скажите, что мероприятие провели бы еще на более высоком уровне? Ну, лучшему предела нет, как известно. Но, в принципе, все равно было бы красивее, были бы более обнапряженные участки, было бы больше судейства. В общем-то, вот... Призы были бы получше. Да, мы смогли бы изыскать, безусловно, украсили соревнования. В этот раз у Трави Дружба стенсировал безлюдовский мясокомбинат. Это люди, которые нам не отказались. Накормили! Накормили, да. Очень эффективно. Колбаса безлюдовского мясокомбината очень спасла голодных спортсменов, голодных суменов. То есть, да, в этот раз безлюдовский мясокомбинат, большое им спасибо. Они просто молодили. А, без следей же, буф, чай, чай, кава. Это мотель Дружба, приготовили очень хороший фуршет, не только для победителей, для всех участников, для всех организаторов. Ну, я бы не назвал даже это фуршетом, а это было шикарное застолье от мотеля Дружба. А безлюдовский мясокомбинат, ну, вот у меня такое какое-то ощущение внутреннее, что они не остановятся на поддержке только вот губернского ралли Дружба. Мы же планируем, и я надеюсь, не будем скрывать и держать это в секрете, мы золотую осень традиционную все-таки уже начали обсуждать, планировать, готовить. Возможно, и безлюдовский мясокомбинат захочет более, скажем так, крепкую нам оказать поддержку. Дело в том, что безлюдовский мясокомбинат, у них есть своя команда по ватерполу, которая сейчас должна стать чемпионом Украины. То есть это не случайные люди, это люди, которые уже поддерживают спорт и будут поддерживать его в дальнейшем. И то, что они нам оказали помощь, я думаю, что это не единственный раз, и они в дальнейшем будут поддерживать ралли. И на цей веселой ноте мы завершим наш сегодняшний Гаражный натюрморт. До побачення. До свидания. До свидания. До свидания.